приветствую всех меня зовут мимоза фахрудинова и мы продолжаем с вами общаться в рамках курса русский язык с мимозой напомню вам что он состоит из пяти лекций первая лекция называлась купите планетарный миксер и мы говорили с вами языковых средствах привлечения внимания в рекламном тексте сегодня мы встречаемся с вами во второй раз и будем говорить о психологической лексике я придумала такое название лекция кто такие абьюзеры и что значит газлайтить и так от стыда до насилия у старых врагов новые имена мы будем сегодня говорить о новой психологической лексике психологическая лексика является весьма актуальной потому что в современном мире все больше внимания уделяется новым словам и значениям которые связаны психологической травмы и психологической защитой примерами могут служить следующие неологизмы триггерить то есть вызывать у человека неприятные эмоции или воспоминания хейтер человек высказывающий недовольство буллинг травля в новом молодежном специфическом значении и многие другие давайте назовем основные слова из этой тематической категории первое слово это слово газлайт во-первых это слово газлайтить которая образована от названия старого фильма 1944 года режиссера джорджа кьюкера газовый цвет в котором муж намеренно сводит свою жену с ума заставляю поверить собственную неадекватность так появилось слово газлайтинг манипулирование сознанием другого человека во многих языках отмечается целая волна таких слов связанных с обманом и манипуляциями совершенно очевидно что это очень важная проблема для всего мира английский язык являясь доминирующим языком глобализма подобные слова вбрасывает во все другие языки вот собственно говоря кадр из этого фильма газлайтить слово которое образован от него следующее слово это слово токсичный во вторых необыкновенно популярным в последнее время является прилагательное токсичные например токсичные родители токсичные отношения слова токсик и газлайт по последним данным ходят в английские словари слов в русском языке все происходит гораздо стремительнее и буквально на наших глазах к тому же накладывается особое внимание к обидам в русской культуре вот обратите внимание как мы хвалим друг другу у нас есть слово молодец у нас есть слова умница ну собственно и все а как мы друг друга ругаем знаем очень много слов до обидных слов которые соответственно используем по отношению к друг другу кстати слово токсичное все чаще используется слово экологично в качестве антонима ну вот токсичное отношение кадр так этому слайду следующее слово abuse в третьих это слово abuse и все производные от него пожалуй кто такие абьюзеры сейчас знают все абьюзер человек подвергающих других насилию эмоциональному или физическому тема абьюзивных отношений находится на волне популярности потому что психологические порталы и феминистские паблики просто захлебываются в ней складывается такое ощущение что иногда слово мужчины приравнивается к слову абьюзер физическое эмоциональное насилие да это слово обозначает и здесь я говорю о том что вот она образована от английского слова ну и соответственно с помощью суффикса и в абьюзивные отношения образуются здесь кстати мы затрагиваем очень интересную тему что является заимствованием что является заимствованием а что является русским словом посмотрите абьюз это слово как раз заимствованное но слово абьюзивные абьюзер является словами русскими объясню почему абьюзивные абьюзер уже образуется с помощью средств русского языка с помощью русских суффиксов то есть суффикс абьюзивный и ванда из Суффикс «ер», который обозначает человек, абьюзер, это уже русский словообразовательный модель. Вот такой интересный момент, что считается словом заимствованным, а что уже образовано на русской почве, так скажем, русскими морфемами. Слово «биполярочка». Четвертым словом станет «биполярочка». Под ласковым словом вскрывается неприятное заболевание нервной системы. Уменьшительно ласкательное от биполярного расстройства слова появилось в обиходе после выхода песни «биполярочка». На самом деле нет ничего такого замечательного в этом заболевании. Биполярное расстройство встречается довольно часто, и заболеть им может каждый человек. Кроме того, с ним сталкивались многие звезды. Им страдал и Курт Кабен, и Мерлин Монро, и Джимми Хендрикс, и Эрнест Хемингуэ. Современные актеры, это Кэтрин Зетта Джонс и Канью Уэст, певец, открыто заявляют о том, что у них есть это заболевание. Полное название биполярки – это биполярное аффективное расстройство. А раньше оно называлось еще менее романтично – депрессивно-маниакальный психоз. При этом расстройство человека кидает по двум полюсам. У него резко и часто, без причины меняется настроение от очень хорошего и активного до сниженного и депрессивного. Однако просто факта смены настроения недостаточно для постановки диагноза о биполярном аффективном расстройстве. Почему же модно себе приписывать биполярку? Как вы считаете? Мне кажется, во-первых, это звучит необычно, ярко. И вообще, в принципе, мы говорим о том, что какие-то новые слова, которые появляются в речи, они всегда воспринимаются как что-то новое. Мы будем с вами говорить, кстати, о заимствованной лексике, я скажу об этом. А второе – приписывание себе подобного диагноза снимает с человека ответственность за неадекватное поведение. Проще сказать, что у меня такое заболевание, вроде бы, что вы от меня хотите. Вот такая ситуация. Давайте мы все-таки с конкретных определенных слов, психологической лексики, перейдем к тематической классификации и назовем основные группы. Вот их шесть. Первое – это неологизма, появившаяся в период развития феминистских движений 1960-х годов. Второе направление, или вторая тематическая группа, точнее, это неологизма, связанная с психологическими травмами зависимых отношений. Третье – это единица, относящаяся к травле в социуме. Четвертое – это неологизма, описывающая новое эмоционально-поведенческое состояние человека. Пятое – это неологизма, связанная с гендерной психологией. Шестое – это неологизма, посвященная дискриминации по разным признакам. Ну и давайте каждую тематическую группу мы разберем на примерах. Первое – неологизма, появившаяся в период развития феминистских движений 1960-х годов. Например, есть такое явление, словосочетание «эффект Матильды». Оно стало едва ли не самым частотным в англоязычной прессе в пик феминистских митингов. Что такое эффект Матильды? Это систематическое отрицание вклада женщины в науку, умаление значимости их работы, приписывание трудов женщин коллегам мужского пола. Этот эффект был впервые описан в книге Матильды Джослин Гейдж. В ее эссе «женщина как изобретатель». Ну и, соответственно, этот термин был введен в 1993 году историком науки в употреблении. Следующая группа – это неологизмы, связанные с психологическими травмами и в зависимых отношениях. И вот здесь мы как раз-таки вспомним это слово «абьюзер». Здесь выделяется понятие объект, субъект и предмет. Так, например, появился термин «абьюзивные отношения», в которых субъектом является абьюзер, а предметом – жертва абьюза. Кроме того, мы говорим о том, что к этой тематической группе относятся слова «шейминг», «бодишейминг», «шеймер», «газлайтинг», «виктимблейминг», «селфхарм» и так далее. Следующая, здесь история, кстати, этого слова, да, «виктимблейминг», я его назвала, это «перенесение ответственности за злодеяние с преступника на жертву». Образована она от английского «виктим жертва» и «блейминг – обвинять». Следующая группа три, которую я назвала тоже, это единицы, относящиеся к травле в социуме. Здесь можно назвать следующие слова «буллинг», «моббинг», «хейзинг», «кибербуллинг», «кибермоббинг». Все они являются наименованием проявления отношений жертвы-насильник. Моббинг – это форма социальной агрессии, которая проявляется как раз в агрессивных действиях разного масштаба, направленных против определенного сотрудника. Вот здесь вот приводится слово «буллинг», тоже его история, да, образована от английского издевательства. Ну, соответственно, восходит слово «були», «задира», «хулиган». Ну, соответственно, сейчас мы используем слово «кибербуллинг», если говорим о том, что это унижение человека происходит в социальных сетях. А согласитесь, вот эти споры, да, горячие в социальных сетях происходят очень-очень часто в последнее время. Вы знаете, о популярности слова говорит и народное творчество. Вот я привожу вам пример с образованием от слова «буллинг» к слову «бабуллинг», психологическое давление, оказываемое путем упоминания того, что давно пора замуж, что и помру, и внуков не увижу. О чем это говорит? Если явление становится популярным, то оно обрастает различными вариациями, да, в периода ковида. Тоже интересная тема, да, слово у нас «коронавирусная инфекция» в итоге сократилось до ковида, да, то есть мы говорим о том, что здесь работает закон речевой экономии. Мы максимально стараемся сокращать слова. Этот закон, кстати, работает во всех языках. И вот уже тут вот на просторах интернета можно было встретиться о том, что бабушка приготовила ковидло, да. Ну, о чем это говорит? О том, что слово стало популярным, и, соответственно, возникает, что языковая игра. Хочется проявить творчество и что-нибудь придумать. Помните, мы с вами говорили в рекламе о том, что есть определенные средства, которые используются. Вот, пожалуйста, здесь то же самое. Четвертая – это группа, которая называется «неологизм, описывающая новое эмоционально-поведенческое состояние человека». Существует множество психических расстройств, таких как биполярное расстройство, да, мы о нем с вами уже говорили, депрессия, аутизм, шизофрения. Все они проявляются по-разному. Неологизмами, описывающими эмоциональное состояние, можно считать ригидность, аффектацию и обсессию. На следующем слайде вы можете увидеть слова «кринш» и «кукуш». Молодежь уже говорит, что, в принципе, эти слова немодные. И даже я слышала вариант, что произносят не «кринш», а «кринге». То есть в том варианте, как используется в английском языке, такое тоже есть. Но это чувство стыда из-за поведения другого человека. Вот, соответственно, такие два слова. Вы знаете, вот такие популярные словечки, мы сегодня говорим о психологической лексике, которая употребляется в речи людей, они живут недолго на самом деле, ну, 3-5 лет. Потом они заменяются чем-то новым. И я вот уже по своей профессии сужу, что ребята, студенты, они меняют слова своего употребления, ну, вот с такой периодичностью. И я уже там спрашиваю, вы говорите «печалька», да? О, говорят, что такого же слова нет. Поэтому живут они недолго. Пятая группа неологизма связана с гендерной психологией. Мэнсплейнинг – мужская упрощенная, самоуверенная манера объяснять женщинам то, что им и так известно. Или фейсизм, а также феномен доминирования лица. Это преимущественное выделение лица в изображении мужчин и большой акцент на тело в изображении женщин в средствах массовой информации. Харасмин – слово тоже из этой тематической группы. Посмотрите, пожалуйста. Поведение человека, причиняющее неудобства другому человеку, нарушающее неприкосновенность его частной жизни. Популярным этот термин стал в 2017 году из-за громких скандалов, связанных с обвинениями известных личностей в домогательствах. Соответственно, восходит она к английскому глаголу «харас» – беспокоить. Шестая, последняя группа, о которой мы скажем, да? Мы с вами говорим о тематической группе, о тематических группах психологической лексики. Это неологизма, посвященная дискриминации по возрастному, национальному и так далее, да, по разным признакам. Это слова, которые, да, вы видите, расизм, лукизм, розовый налог, эджизм. Лукизм от английского to look – внешний вид внешности или дискриминация по внешности, обозначение положительных стереотипов, предрассудков, выбора поведения по отношению к физически привлекательным людям. Розовый налог или pink tax – наценка, которая вводит на женские товары, аналогичные мужским, да, то есть тот же самый шампунь, но уже в розовой упаковочке, так скажем, женский будет стоить дороже, чем мужской. Вот слово эджизм, которое тоже относится к этой тематической группе, восходит оно к английскому age – возраст. И мы говорим о том, что здесь дискриминация идет по возрастному принципу, да, то есть люди, которые возрастные, у нас как будто бы уже, знаете, неактуальны, да, и вот там их можно редко увидеть на каких-то, может быть, телевизионных программах. Какие выводы, хочу сказать, в целом по тематической группе? Провести четкие границы в употреблении некоторых терминов психологии, которые проходят через призму социальных слоев, да, интерпретируются по-разному, в зависимости от контекста, конечно, иногда невозможно. Основными причинами появления неологизма в психологии является более тщательное исследование человеческого сознания, его взаимодействия с окружающей средой и необходимость номинации новых понятий и явлений, которые появляются в нашем обществе. Соответственно, если появляются новые понятия, то и появляется к нему слово. Да, чаще всего это слова английского происхождения. Мы с вами будем еще в будущих видео говорить о том, что английский язык – язык глобализма, поэтому часто появляемое явление, соответственно, приходит вместе со словом, да, которое, ну, так, скажем, чаще является английского происхождения. Таким образом, можно отметить, что психологическая лексика в русском языке новейшего периода активно пополняется за счет заимствования из английского языка и представляет собой упорядоченную систему, которой присущие отношения, характерные для русского языка в целом. Поэтому, вот, возвращаясь к тому, какое слово считать заимствованным и каким русским, еще раз хочу сказать, что hate – слово заимствованное, оно из английского языка пришло, а hater и hater, да, так и слово trigger – заимствованное, а слово trigger – это уже русское. Почему? Потому что оно образовано по русским словообразовательным моделям. В словах hater и abuser суффикс er указывает на лицо по действию, да, но триггерить, хейтить – это глаголы, начальная форма глаголов. Поэтому вот такие вот моменты стоит разграничивать. Хотела бы я немножко вот такой, да, юмористический момент тоже внести в свое видео. Посмотрите, на самом деле вот эти модные слова, которые используемы сейчас, связанные с психологией, можно перенести на лингвистический лад. И поэтому здесь может возникнуть и коммуникативный харассмент, и орфографический абьюз, и орфоэпический газлайтинг, да, филологический минсплейнинг, вербальное репродуктивное принуждение. Согласитесь, русский язык воспринимается нами как заучивание правил. К сожалению, так и есть, что в русском языке на каждое правило, то есть и правил-то много, и каждому правилу на самом деле есть много исключений, поэтому приходится просто списки слов заучивать, да, для того, чтобы правильно писать. И вот в этом случае мы говорить можем об абьюзе орфографическом, да, который ассоциируется у нас со школьным курсом русской орфографии. Ну да, есть такая особенность у языка. Понятно, что к ошибкам, ну, я уже имею в виду, да, вот в взрослой жизни можно относиться по-разному. Есть такие называемые люди граммар-нация, да, которые их совершенно не терпят. Ну, вы знаете, филологи вообще за многими явлениями, которые происходят в языке, наблюдают, потому что оценку давать — это все-таки личное какое-то мнение вносить. А мы говорим о том, что стоит описывать все явления, которые происходят, поэтому и определенные ошибки в речи тоже можно объяснить каким-то историческим фактом, да, и русский язык существует в долгой истории. Понятно, что и правила на описание слов тоже со временем менялись. Поэтому и школьный курс русского языка ассоциируется с правилами, с исключениями, да. Но вообще в целом национальный русский язык — это гораздо более широкое явление. И в своем курсе я пытаюсь рассказать о том, что вот современная, да, современная форма языка, она, конечно же, существует в разных формах, и разные явления, которые происходят в нашей жизни, непосредственно отражаются на том, что мы говорим и как мы говорим. В принципе, мы все творцы слов, поэтому язык мы делаем сами, буквально, да, делаем сами. Давайте расскажу вам несколько анекдотов, да. Хочешь анекдот про психологов? Да. А почему? Услуги психологов подорожали и, соответственно, пользуются популярностью в последние годы, потому что, согласитесь, разные явления в политической жизни нашей страны, да, и вот этот ковид, о котором я вспоминала, ну вот, нарушает состояние человека, и поэтому мы обращаемся к психологам. Почему эта лексика актуальна? Потому что мы ходим к психологам, обращаемся к их услугам. Это в советские времена это было что-ли не принято или позорно, а сейчас молодежь по-другому к этому относится, да, и это на самом деле тоже терапия, и она работает, да. Ну, смотрите, я умираю, вызовите врача, просто побудь с этим, выходи за меня замуж, я тебя услышала, я тебя люблю, спасибо, что поделился. Вы наступили мне на ногу, ты сам несешь ответственность за свои чувства, передайте, пожалуйста, соль, извините, я не в ресурсе. Мам, приходи на родительское собрание, мне это не откликается, вы беременны, это нарушает мои границы, у чувака голову оторвало, это все твои проекции, вот тебе миллион долларов, спасибо, это очень ценно для меня. А какие фразы вы используете сами и, может быть, слышали от своих знакомых, согласитесь, в ресурсе, и вот эта вся лексика, она, конечно же, активно используется в нашей речи. Я нашла, на самом деле, замечательную статью, токсичная, эмпатия, абьюз и весь этот новый язык, зачем он нужен? Давайте вот поделюсь своей, этой историей. Улица, пара девушек, я следом, говорят звонко, одна другой, понимаешь, ему не хватает эмпатии, вторая кивает, да, но подумай, не токсичны ли ваши отношения? Первое, нет, тут же главное толерантность, в общем, дальше я не слушал, не хватило толерантности. Этот смешной, как бы, психологический щебет раздается теперь отовсюду. Как говорил иностранный профессор в осеннем парафоне, мы узнали много новых слов. Нельзя просто сказать усталость, надо выгорание, нельзя произнести старый комплекс, надо травма. Все кругом травмированы, блокированы, выгорели, не город, а станица после набега махновцев. Все нынче водикцы от этого нового языка, жаргоны кофейных интеллектуалов. Помните, года два-три назад самым расхожим выражением стала когнитивный диссонанс. Все иногда переживали когнитивный диссонанс. Одна блондинка купила туфли на размер меньше и заявила в Инстаграме, запрещенной в социальной сети в Российской Федерации, что теперь у нее когнитивный диссонанс. Ну, хоть туфли сбыла подруги, и то хорошо. Вот мы говорим о том, что недавно группа наших исследователей выпустила серьезный труп, где показано, какие слова почти исчезли из-за бихода психологов, а какие появились. Так вот, там куча модных терминов, которые раньше почти не звучали. В частности, агрессивность, аддиктивный, аффект, депрессия, компетентность и так далее. Ну, это психологи, специалисты, им и термины в руки. Пусть радуются. Только любая девчушка с татушками теперь у нас фрейдистка, гештальтерапистка и социальный психолог. Девушки уже не читают в метро Анну Каренина. Это отстой. Девушки читают популярные книжки про отношения, психоложные радости. Психоложное слово, смотрите, какое отличное, да, оно совмещает в себя несколько смыслов. То есть от слова «психологический» мы образуем слово из двух корней «психология» и «ложь». Помните, мы с вами говорили о Каламбуре в предыдущем видео, посвященном рекламе. Ну и, на самом деле, Лобховский сейчас необычайно популярен на его книге. Это говорит о том, что психологическая лекция сейчас тоже на пике. Одна моя знакомая дочиталась до того, что чуть ли не на пороге ЗАГСа произнесла несколько таких убийственных слов, из которых ее жених понял лишь слово «токсичное». Он был химиком по образованию. А почему девушка решила от него уйти, что ужасного она нашла в их отношениях, он так и не понял. А мы с вами сегодня о слове «токсичное» говорили и понимаем его смысл. Вот, в принципе, да, эта статья «Токсичная эмпатия, абьюз» и весь этот новый язык, зачем он нужен, говорит о том, что использовать модные слова там, где возможно это невозможно, не стоит. Да, явление модное, но все-таки надо подходить к этому рационально. И история Алексея Белякова тому подтверждение. Напоминаю вам, что все темы, которые будут рассмотрены в нашем курсе «Русский язык с мимозой», вы можете послушать в моем подкасте «А за языка». Вы можете в поисковике набрать это словосочетание или перейти по QR-коду и послушать эпизоды. «Русский язык велик и многогранен». Не просто, но интересен. Слушайте подкаст «А за языка» и убедитесь в этом с нами. Напомню, что в нашем курсе уже записано два видео. В прошлый раз мы с вами говорили о языковых средствах привлечения внимания в рекламном тексте. Сегодня мы с вами поговорили о психологической лексике в современном русском языке. Впереди у нас еще три видео, и мы будем с вами говорить о других явлениях, которые актуальны для русского языка новейшего периода. Благодарю вас за внимание и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин